Так, все хорошо, запись пошла. Как еще раз, всем добрый день, уважаемые дамы и господа, партнеры, клиенты. У нас с вами очередной традиционный вебинар. Мы каждый месяц с вами встречаемся для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца. У нас сегодня с вами 2 ноября, значит, мы с вами будем подводить итоги октября. Октябрь был у нас очень хороший, очень продуктивный, насыщенный месяц. И в октябре у нас самое главное, что... Ну, наверное, самое главное событие, которое у нас было в октябре, это наше выездное мероприятие, осеннее событие. Мы традиционно выезжаем всегда осенью в Турцию, большой командой, последние вот уже 6 лет каждый год это делаем. И в этом году из-за вот этих вот внешних ограничений мы решили никуда не ехать, остаться дома и провести это мероприятие здесь, у нас, на Красной Поляне, в Сочи. Вот, и мероприятие прошло, на мой взгляд, оно прошло очень эффективно, очень круто прошло. И мы со стороны администрации ждали, что приедут, наверное, ну, может быть, там 300-400 человек. Вот, в итоге у нас на мероприятии было порядка 700 человек. То есть у нас было стульев, 450-500 стульев. Вот, и, ну, те, кто были, вы знаете, да, что не хватило стульев большому количеству человек. Ну, где-то порядка 700 человек у нас приехало на Поляну на это мероприятие. Вот, и плюс еще мы делали онлайн-трансляцию, поэтому практически все наше сообщество, партнерское сообщество, клиентское сообщество, оно смогло присутствовать или онлайн, или оффлайн на нашем мероприятии. И мероприятие было три дня. Первый день у нас был тренинг личностного роста Константина Волжан, закрытое мероприятие для партнеров, которые сделали определенные действия, определенные результаты. Затем два дня у нас было общее мероприятие, общее обучение, где мы разбирали инструменты бизнеса, и мы говорили про внутреннее состояние. Вот, и финальной, как бы, темой всего нашего обучения была моя тема. На этой теме я делился своим опытом, тема была как-то первым чеком, и я делился своим, скажем, практическим опытом, потому что я в этой индустрии уже 14 лет, уже 15 год, и у меня такой большой опыт, большой бэкграунд за моими ключами. Вот, и я делился своим опытом, как я, будучи партнером в партнерской программе, работая в компании, добивался результатов. И мы, скажем так, начали эту тему развивать, потому что тема, она очень объемная, и мы с вами начали, скажем так, был первый сезон, первая серия первого сезона, вот, и мы с вами договорились, что мы эту тему дальше будем развивать по мере того, как мы с вами будем проходить, скажем так, этапы развития. И в Сочи я как раз-таки давал такой, ну, скажем, первый блок вот этой темы, как стать первым чеком. И там очень много внимания я уделял такому понятию, как импульс. То есть в каждом деле, которое вы, ну, какое дело бы вы ни начинали, очень важно в самом начале придать импульс. То есть дать импульс, то есть разогнать то, что вы, ну, то, чем вы занимаетесь. Например, вы хотите автомобиль разогнать там с эстафора до 100 км в час. То есть вы стоите на эстафоре, у вас задача разогнать автомобиль до 100 км в час. Что вы делаете? Вы создаете импульс. То есть вы непрерывно оказываете влияние, оказываете давление на этот автомобиль путем того, что вы давите педаль газа. Вы ее нажали, и вы ее, самое главное, не отпускаете. То есть вы на протяжении какого-то отрезка времени давите на педаль для того, чтобы импульс создать. Автомобиль разгоняется, и как только автомобиль достигает нужной скорости, там, 100 км в час, вы начинаете уже постепенно убирать ногу из педали газа и просто поддерживаете газ для того, чтобы автомобиль двигался с этой скоростью. То есть идея в том, что когда мы создаем импульс для того, чтобы дальше поддерживать эти скорости, нам не нужно уже столько прикладывать усилия. Нам нужно просто, ну, прикладывая меньше усилий, мы можем такую же скорость держать. И это очень важно. То есть в самом начале для того, чтобы дать импульс, нужно приложить усилия. Ракета для того, чтобы оторваться от земли, она тратит 90% топлива, и на остальных 10% она уже там летает. Вот это очень важный момент. То есть непрерывные действия, то есть непрерывный импульс для того, чтобы разогнать автомобиль, ну, или то дело, которым вы занимаетесь. Поэтому мы с вами там говорили и договорились о том, что вот по моему личному опыту для того, чтобы этот импульс дать, нужно где-то порядка двух месяцев делать, делать, делать действия. То есть два месяца ежедневно оказывать давление. То есть постоянно-постоянно оказывать давление. Причем вот бизнес некоторых людей, он похож на то, что вы, например, хотите разогнать автомобиль, вы давите на педаль газа, потом убираете ногу, потом опять давите, потом убираете. Давит, убирает. То есть если мы будем автомобиль таким образом разгонять, мы никогда его до 100 км в час не разгоним. То есть надавили на педаль газа, то есть в офис прибежали, там что-то поделали, месяц поработали, какие-то встречи проводили, создали какую-то видимость, потом на два месяца ушли в забвение, в какой-то покой. Потом опять какой-то вебинар прослушали, какой-то там, не знаю, ролик посмотрели, с кем-то пообщались, опять появилась мотивация. Опять прибежал месяц, неделю поделал что-то и там снова куда-то ушел. Я думаю, что вам это знакомо, может быть, кто-то себя узнает в этом поведении. Вот если вы таким образом работаете, просто поймите, что вы не создадите эту скорость нужную, то есть вы не создадите эту импульс. То есть вы будете так, как свой автомобиль до 100 км в час, вы будете разгонять его в течение всей жизни. Вообще все вот истории успеха, если убрать там всякие детали, то есть каждую историю успеха, какую бы мы ни взяли, там, если убрать все детали, есть один стержень. То есть есть одна общая истина, которая пронизывает абсолютно любую историю успеха. Там есть, там человек говорит о том, что я каждый день делал одни и те же действия. То есть и можно сделать вывод, что успех – это, по сути, готовный каждый день делать какие-то усилия, каждый день делать действия, то есть каждый день оказывать давление. Еще раз, если вы хотя бы на один день уберете ногу с педали газа, ваш автомобиль начинает останавливаться. И вам нужно что? Вам нужно опять приложить максимальное количество усилий для того, чтобы вывести его на ту скорость, на которой он был там день назад. Поэтому это очень важно понимать. То есть это, ну, какие-то законы, по которым этот мир работает, и мы не можем этими законами пренебрегать. Потому что есть определенные правила игры. Мы с вами вышли на это игровое поле, пришли в этот мир, у этого мира есть определенные законы, и мы должны эти правила просто понимать. И здесь есть правила. Если ты хочешь что-то разогнать, тебе нужно дать импульс, тебе нужно дать ускорение. И нужно ни в коем случае не убирать ногу с педаль газа. Поэтому я вас призывал там в Сочи, призываясь сейчас, войти вот в этот минуты два месяца, ноябрь и декабрь, поработать активно, не убирая ноги с педаль газа. То есть это говорит о том, что в течение этих двух месяцев ежедневно делать действия, каждый день. То есть мы не убираем ни одного дня из этих двух месяцев. Это еще раз, если вы хотите действительно создать большие результаты, если мы с вами действительно создаем честный, искренний, откровенный диалог на то, что я действительно хочу стать первым чеком. Если во мне есть это желание, то вот этот импульс, его нужно обязательно создать. То есть каждый день в течение двух месяцев делать какие-то конкретные действия. И да, еще раз фокус на ежедневное действие. То есть это ежедневные звонки, это ежедневные встречи, это ежедневные презентации. То есть нельзя терять ни один день, то есть нельзя пропускать ни одного дня. То есть надо понимать, что если я сегодня вот в этом дне, я не сделал ни одну встречу, ни одну презентацию, не были люди на презентации, то есть я не разговаривал с кем-то о бизнесе, это говорит о том, что в этот день вы убрали ногу с педали газа. И просто поймите, что вот эта скорость, которую вы до этого наработали, она очень быстро улетучивается. То есть импульс пропадает. То есть импульс это то, что, ну то есть вы его нарабатываете, и за один день этот импульс просто может пропасть. Я не знаю, как это работает, но еще раз, я просто делюсь своим собственным опытом. Я понимаю на своем собственном опыте, что если я хочу в какой-то истории добиться успеха, мне нужно вот этот импульс создать, мне нужно его дать, то есть мне нужно разогнать, мне нужно ракету оторвать от земли. И здесь мне нужно приложить действительно большое количество усилий. То есть ежедневные действия, ежедневные звонки, встречи, презентации и так далее. Еще у нас сейчас с вами, для того чтобы мы вот этот спринт с вами два месяца, ноябрь и декабрь очень хорошо отработали, у нас есть еще один инструмент, который нам даст ускорение. То есть уже об этом знаете, мы уже в официальных каналах уже это есть, в чатах уже есть. Мы сейчас запускаем игру с 7 ноября, у нас начинается игра, она будет идти 5 недель. Игра – это инструмент для того, чтобы вы еще эффективнее, скажем так, создавали этот импульс. То есть это вот вы давите на педаль газа, вы разгоняете автомобиль, а вот эта игра, она как, знаете, как форсажи все играли, как эта окись азота. То есть она у тебя накапливается, ты включаешь окись азота, и несмотря на то, что ты давишь педаль на газ, твой автомобиль еще быстрее ускоряется. Вот та же самая история, то есть игра – это вот это ускорение. Почему? Потому что в игре вот эти 5 недель мы с вами будем в фокусе создания результата. То есть вы будете помещены в контекст, где каждый человек хочет создать результат. Каждый человек хочет выиграть. Каждый человек делает максимальное количество действий для этого. Вот в этом резонансе у нас у всех есть возможности как катализатора, да, как вот эта окись азота для того, чтобы автомобиль еще быстрее поехал. Значит, у нас в течение игры, начиная с завтрашнего дня, будут каждый день ежедневные доброе утро в 9 утра по Москве. Каждый день какой-то спикер будет выходить и будет делиться какой-то информацией полезной для того, чтобы ваш день прошел эффективно. Каждый день приняли решение, что мы каждый день будем делать презентации онлайн. То есть каждый день по Москве, 15 часов по Москве будет презентация. Каждый день. То есть каждый день спикер какой-то будет выходить и будет давать информацию. То есть вы можете приглашать людей на эту презентацию каждый день в 15 часов по Москве. И каждый день должны быть презентации оффлайн в офисах. Мы в Сочи тоже говорили о том, что если вы претендуете на то, чтобы стать первым человеком, то вы в любом случае должны, у вас должен быть офис, то есть вы должны создать условия для своей команды, где бы ваша команда работала. И в вашем офисе каждый день должна быть презентация. Я в Сочи об этом рассказывал и говорил о том, что когда я принял решение, что я буду заниматься бизнесом, партнерской программой, я первое, что сделал, это снял офис и всей своей команде сказал, что в этом офисе два месяца будет каждый день презентация. Я буду на сцену каждый день выходить и буду рассказывать об этом бизнесе. Ваша задача, чтобы были гости, чтобы были те люди, кому я это буду рассказывать. То есть создание условий для команды и гарантия того, что ты как лидер создашь условия, в которых люди могут зарабатывать. Это очень важно. Поэтому вот в течение игры каждый день в 9 утра по Москве доброе утро, в 15 презентация онлайн и в 19 часов у вас должна быть, ну, там, в 19, сами выбирайте, в 19 часов презентация оффлайн в офисе. И таким образом можно составить такой распорядок дня. Я просто хочу поделиться. Я, значит, взял свой распорядок дня, который у меня был, когда я работал в партнерстве как партнер, и наложу на то, что у нас сейчас будет. Распорядок дня может быть такой. То есть с 9 до 10 у вас может быть доброе утро. До 9 вы можете заниматься, там, зарядкой, не знаю, там, йогой, цигун, там, медитацией, еще что-то, книжку почитать, побегать, я не знаю, там, ну, много чего. В 9 утра у нас начинается ДУ, и на нем надо быть. То есть каждое утро, включаем компьютер, должна быть привычка, выработаться привычка. Каждое утро в 9 я включаю, я присутствую на этом мероприятии, на ДУ. И еще раз, ребята, если у вас есть иллюзия того, что вы уже слышали то, о чем там будет говорить спикер, вы слышали слова, но, скорее всего, вы не слышали, то есть, скорее всего, вы точно не слышали подачу, потому что каждый раз подача разная. То есть даже если мы какую-то одну и ту же тему раскрываем, мы говорим не одну и ту же, а мы говорим об одном и том же, но разными словами. И иногда очень важно побыть просто в энергии того спикера, который будет вести эту планерку. То есть энергии, может быть, там, то есть важно не то, что... Иногда бывает, когда мы что-то слушаем, какой-то тренинг или там на каком-то семинаре участвуем, важно не то, что вы услышите, а важно тот инсайт, который у вас придет в моменте, когда вы слушаете, потому что вы подключаетесь к вот этой информации, вы подключаетесь к энергии спикера, вы сидите, слушаете. Иногда бывает, что приходит инсайт. Я думаю, что у вас тоже так было, вы на каком-то там тренинге, мероприятии присутствуете, и спикер говорит, это как будто бы фон, а у вас происходят внутренние очень важные, очень сильные процессы. И эти процессы не происходили бы, если бы вы не поместили себя в этот тренинг, в этот контекст. Поэтому очень важно, как привычку, с 9 до 10 включить компьютер, там, телефон и побыть на этом ДУ, даже если чем-то фоном занимаетесь, но все равно, чтобы у вас было, чтобы вы были вот в этой информации, то есть чтобы вы были вот в этом поле. Потому что каждый день ДУ будет вас фокусировать на результат. Каждый день спикер будет выходить и говорить о том, что, ну, то есть это будет вас дисциплинировать, и вы будете, то есть это будет поддерживать вас в стремлении к результату. Затем с 10 до 12 могут быть звонки или планирование встреч. Я всегда, когда я работал, вот это с 10 до 12, у меня было время, когда я делал звонки. То есть у меня была записанная книжка, значит, и я, значит, с 10 до 12 делал звонки и записывал встречи. То есть, например, я звоню человеку по своему списку знакомых, мы с ним разговариваем, мы с ним договоримся о встрече, я, например, его там записываю на какое-то определенное время. Вот. И у меня каждая получается, что когда я это делал-делал-дел, у меня через некоторое время, то есть, ну, получается, все встречи расписаны. И вот это с 10 до 12 у меня было подтверждение встреч и планирование новых встреч. То есть это необязательная встреча на сегодняшний день. Я звоню человеку, он говорит, сегодня-завтра у меня занят, а послезавтра уже я могу там с тобой встретиться. Я его записываю на послезавтра, и, значит, послезавтра с 10 до 12 я буду ему звонить и подтверждать ему эту встречу. Почему с 10 до 12? Как правило, с 10 до 12 люди еще не спланировали свой вечер, как правило. Если человеку звонить после обеда, то он уже, наверное, знает, что он будет делать вечером. Потому что в течение дня ему кто-то что-то предложил, у него какая-то созрела идея, он что-то, например, увидел или пришел сериал посмотреть, еще что-то. Как правило, с 10 до 12 человек планирует, что он будет делать вечером. Поэтому это время с 10 до 12 очень полезно. не накануне, а вот именно день в день, но с 10 до 12. И это самое такое, ну, как правило, продуктивное время, человек в ресурсе, и с ним можно поговорить. Как правило. То есть это рекомендация, но как правило. И с 12 до 15 это могут быть ваши встречи. То есть вы делаете встречи, какие-то конкретные касания по партнерской программе, по продукту. Затем в 15 у нас каждый день по Москве в 15 у нас будет презентация онлайн. И вы приглашаете тоже гостей, до которых вы не можете дотянуться, с которыми вы не можете сделать встречу оффлайн. Вы можете их пригласить на презентацию с 15 до 16. И очень важно, если у вас есть гости, очень важно самому быть на этой презентации для того, чтобы понять, для того, чтобы, ну, слышать то, как говорит спикер. Очень важно. Потому что если вы просто отправили гостей с 15 до 16, а сами не присутствовали, то вы не в контексте, потому что вы не понимаете, какой там выстроился рапорт между спикером и гостями. Вот. И, ну, вот по моему опыту это вообще не работает, когда я, например, отправляю людей на презентацию, а потом с ними разговариваю, потому что они, ну, то есть мы, ну, не в одном контексте, так скажем. Поэтому если у вас есть гости, то нужно быть самому на этой презентации для того, чтобы, ну, слушать эту презентацию. Все равно полезно. Затем с 16 до 19 после презентации можно делать, опять же, встречу и в 19 оффлайн-презентации, которая происходит в офисе. Вот это вот мой распорядок дня, по которому я работал, значит, все свое там самое эффективное время в партнерской программе. То есть вот у меня был такой распорядок дня. То есть весь день это вот работа-фокус. И понятно, что для того, чтобы стать первым чеком и зарабатывать действительно очень хорошие, достойные деньги, этому есть определенная какая-то цена. То есть и, то есть эту цену надо, ну, быть готовым, нужно эту цену заплатить. Но хорошая новость в том, что вам не нужно платить всю жизнь. Вот. И индустрия партнерских программ это тот момент, который, то есть это та индустрия, то место, где вы можете очень быстро создать очень большой доход. То есть это не та история, где нужно работать там 40 лет, впахивать и ни к чему в итоге не прийти. То есть это как раз-таки то место, где нужно поработать. Но нужно поработать сфокусированно. То есть нужно поработать и создать импульс, ребята. Потому что если мы в партнерской программе работаем так, как мы привыкли работать везде, вот человек, особенно когда после найма приходит в партнерскую программу, ему очень тяжело, ему нужно эти вещи объяснять. Потому что, как правило, в найме человек работает на там 10-20% своей эффективности и раскрытие своего потенциала. Потому что, ну, потому что вот так вот. И если работать здесь таким же образом, на 10-20% своей эффективности, это вот так вот, знаете, это разгонять автомобиль до 100 км в час, отпуская, нажимая, отпуская педаль, нажимая. Вот здесь, вот это то место, то есть если мы хотим результаты больше создавать, то место, где нужно импульс создавать. Поэтому я вас призываю два месяца поработать в таком распорядке. Просто попробуйте. Просто вы увидите, какой результат придет. То есть создав импульс, вы увидите, что финансовый результат будет просто, возможно, тот, на которого вы даже не надеялись. То есть возможно, что за эти два месяца кто-то из вас может создать самый большой финансовый результат в своей жизни. Всего лишь два месяца. Просто сфокусируясь и поработав таким образом. Вы можете сфотографировать этот слайд распорядок дня. Вот. И просто два месяца поработайте. Два месяца в вашей жизни это, по сути, вообще ничего. То есть, ну, я вас призываю попробовать. Вы можете мне не доверять, просто попробуйте сами. Сделайте. И еще раз, это мой опыт. После создания вот этого импульса бизнес уже, он по-другому начинает работать. И мы с вами у нас будут итоги года, февраля. Значит, и мы после февраля у нас будет лидерская поездка. И, скорее всего, вот в этой лидерской поездке мы с вами будем говорить о том, то есть продолжим эту тему, как стать первым чеком, и будем уже говорить о том, как... То есть, вы сделали импульс, вы создали команду, у вас там в городе уже бизнес начал работать. Мы с вами будем говорить о том, как выезжать в регионы, как создавать фокус-группы, как, значит, дальше это все дело масштабировать, как подготавливать лидеров в вашей команде. И это тоже опыт, который я прошел. То есть, это не теория, это мой практический опыт, которым я тоже готов делиться, с удовольствием поделюсь. Я думаю, что это будет как раз-таки лидерской поездки после итогов года. Итоги года у нас с вами 6-7 февраля 2021 года. Уже все у нас есть площадка. Это Music Media Dom. Это, значит, это площадка, которая попала дважды в книгу рекордов Гиннесса. Один из них – это как самые большие экраны. То есть, там по всей площадке огромные... То есть, это, по сути, площадка – это огромный телевизор. Вот. Огромные экраны. То есть, это такой новый формат для нас. И сейчас команда у нас организаторов, она готовит это мероприятие, но будет не похоже на то, что мы делали в Крокосе. Вот. Это, в общем, будет круто. И я сразу должен сказать, что всего на эту площадку, учитывая вот эти вот ограничения, которые сейчас у нас есть, социальное дистанцирование и так далее, то есть, у нас всего лишь 2000 мест на эту площадку. Поэтому мы очень скоро уже запустим билеты. Вы мониторьте, смотрите, потому что билеты будут разной категории, там, начиная от 50 долларов и выше. То есть, будет разная рассадка. И поэтому, ну, надо понимать, что, наверное, самые лучшие билеты тоже будут быстро выкуплены. И, наверное, там, самые дешевые билеты будут выкуплены. И потом это будет заполняться серединка. Поэтому, если вы хотите самые лучшие билеты или хотите, там, не знаю, там, сэкономить, то имейте в виду, надо очень быстро среагировать. Мы очень скоро уже запустим. Еще, что очень важно, это на итогах года у нас будет номинация. И у нас номинации будут в партнерской истории, то есть, по партнерской программе будут номинации. Также будут отдельные номинации по внедрению. То есть, мы эти номинации очень скоро объявим. То есть, мы будем признавать самых лучших партнеров во внедрении продукта. А также у нас будут клиентские номинации. Мы тоже будем признавать клиентов. То есть, будут какие-то... будут субъективные и объективные параметры. Поэтому можно... То есть, имейте в виду, мы это скоро объявим. И можно будет уже со своими клиентами поговорить о том, чтобы они побились за вот эту номинацию клиент года. Вот. Это сейчас мы обсуждаем. И, я думаю, уже очень скоро мы уже это объявим. И после... Там, суббота, воскресенье, потому что мы в понедельник уже соберемся и с вами все вместе полетим куда-то из Москвы, куда-то в лидерскую поездку. Раз, 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 все. Так. И мы с вами еще должны... Подходим ко второй части нашего с вами мероприятия. Итоги октября. Мы с вами должны поздравить тех ребят, которые были максимально эффективны. Двигались по карьерной лестнице, подключали много клиентов, партнеров и так далее. Значит, начинаем со статусов. Октябрь. Поздравляем. Начинаем со статуса М3. То есть это статусы, новые статусы, неподтвержденные, а новые статусы в октябре. М3. Анна Плеханова, Санкт-Петербург. Антон Семаков, Евгений Булгакова. Булгакова, я надеюсь, правильно поставил ударение. Город Рязань. Сузун Макужуги, Кызыл. Рамазанов Рамиль, Уфа. Андрей Прокопев. Светлана Чернова, Сама. Талий Бахорин, Мурманск. Мурманск. Далаев, Айтет. Дотов, Дэ. Спасибо. Так, и директор второго уровня в октябре – это Рафаил Хафизов, город Болчары, директор второго уровня. Так, затем по… Также хотел бы отметить партнеров по количеству, по подключению клиентов и подключению партнеров в первую линию. Так, начнем с партнеров. Начинаем с партнеров, которые подключили в первую линию два партнера. Значит, в октябре. Надеюсь, правильно, Омск. И Виктор Пимонов, город Омск. Затем три партнера в октябре в первую линию. Галина Никифорова, ПГТ Новомихайловский. Александр Шинкаренко, Тюмень. Сергей Кравец, Львов, Украина. Павел Никифоров, Санкт-Петербург. Алексей Титов, Тюмень. Виталий Бахорин, Мурманск. Светлана Чернова, Самара. И Сергей Бурундуков, город Самара. Три партнера. И дальше четыре партнера в первую линию. Антон Симаков и Евгения Булгакова, город Рязань. Юлия Ковтон, Москва. И Чулпан Габидульна, город Тюмень. Четыре партнера в первую линию. И по количеству клиентов в первую линию. Начинаем с три клиента в первую линию. В октябре Елена Колотова, Тюмень. Евгения Плеска, Четверь. Дальше идем. Четыре клиента в октябре в первую линию. Андрей Прокопенко, Оренбург. Владимир Лисун, Санкт-Петербург. Руслан Иволга, город Щучинск. И Козик Алла, город Москва. Дальше идем. Пять клиентов в первую линию в октябре. Ерлан Турабеков, Карлгашатэм, Шинкент, Казахстан. Павел Рубанович, Краснодар. Алексей Титов, Тюмень. И Денис Еловиков, город Снежинск. Это пять клиентов в первую линию. Идем дальше. Шесть клиентов в первую линию. Данил Голуб, Домодедово. И Сергей Ирина Хабарковы, город Улан-Удэ. Дальше идем. Восемь клиентов в первую линию. Болотова, Алевтина, Пермь. И, как обычно, чемпион. Опять никакой у нас интриги. Абсолютный чемпион на первом месте. Девять клиентов в первую линию в октябре. Татьяна Фурсова, город Самара. Татьяна, ты когда-нибудь одашь кому-нибудь звание чемпиона по клиентам? Не знаю. Третий или четвертый месяц. Таня Фурсова, первое место. Девять клиентов в первую линию в октябре. Поздравляю. И гонка городов. Гонка городов за весь спринт. Спринт начался в августе. Август, сентябрь, октябрь. За три месяца гонка городов у нас выглядит таким образом. Начинаем с клиентов. Десятое место. Это Омск, девятое Хабаровск, восьмое Улан-Удэ, седьмое Краснодар, шестой Рязань, пятая Пермь, третья Самара, второе Санкт-Петербург и первое место город Москва. Это по клиентам. Теперь идем по партнерам. Десятое место. Киев, Украина. Девятое место. Город Анива. Это маленький город с населением 10 тысяч человек. В Сахалине, в Сахалинской области, в общем, да, на Сахалине. Город Анива. Девятое место. Идем дальше. Восьмое место Иркутск, седьмое Пермь, шестое Санкт-Петербург, пятое место Самара, четвертое Рязань, третье Омск, на втором месте по партнерам город Москва и на первом месте по партнерам город Тюмень. Значит, это гонка городов. Поздравляем, значит, партнеров, команды в городах. Вот с такими результатами. И мы с вами уже заканчиваем. Еще раз хочу сказать, ребята, самое главное, самый главный посыл сегодняшнего нашего вебинара. Еще раз я вас призываю поработать эти два месяца, сделать такой мини-спринт, два месяца, включиться активно в работу, игра нам с вами поможет. Вы можете еще по пути выиграть подарки. То есть у нас будут различные подарки, макбуки и так далее. Ну и главный приз – мы планируем разыграть автомобиль. По пути еще можно будет выиграть автомобиль. То есть мы вам говорим, поработайте, пожалуйста, хорошо. Вот тот, кто заработает больше всех денег, за эти пять недель мы еще автомобиль подарим. Я думаю, это очень хороший оффер, хорошее предложение, поэтому давайте сфокусируемся и два месяца проведем очень эффективно этот спринт для того, чтобы этот год завершить прям на пике и создать самый большой финансовый результат. На этом у меня все. Я вас благодарю за внимание. И до следующих встреч, наверное, где-то в онлайн-эфире во время игры. Все, на этом все. Всем пока. Так, запись будет.